и так ну что ж ариару мои маленькие любители покушать и градостроительных симуляторов у микрофона как всегда ваш покорный слугам амору и великолепная игрушечка city skylines 2 небольшое обучение там настолько под детальное обучение спасибо но я немножечко играл все-таки есть опыт можно мне пожалуйста без обучения нет нельзя да но если честно в отличие от первого city skyline за это выглядит более как-то не знаю пуля ламповая недавно они чтобы освежить память о первом city skyline поиграл немножечко и я так скажу тоже ну выглядит по крайней мере это все более красиво я вижу то что я тут уже ошибся плане зонирования придется немножечко тут людям инфраструктуру подкатить потому что ветер дует туда значит где-то вот здесь у должна быть промзона размещена все остальное должно быть в другом месте вот теперь вода и электричество здравствуйте вот получается нам в город приходит обычное электричество высоковольное его мы должны переформатировать как-то в обычные а это насосная станция но насосную станцию воду прямо с вот такого безобразия строить не нужно если мы вот здесь у дорожечку немножечко продлим и без проблем водонасосную станцию сможем здесь разместить и она будет постепенно воды водичку то потреблять канализация и сброс воды мне тоже бы по-хорошему здесь же делать и нас вода вот так вот как никак не течет это загрязняет но не самое конечно хорошая идея но выхода особого другого нет даже здесь засасывать воду она будет от промзона грязная поэтому ну как то вот здесь мы будем ее и сбрасывать наконец-то мне дали нормальное управление и я могу все это делать в нормальном режиме без без подсказок мне кажется я уже тысячу раз пожалел о том что их включил можно нормально начинать застройку хотя вот это вот кольцо которое здесь образовалась мне не совсем нравится и подсказки которые дает нам игра не дает в полной мере для нового игрока получить все возможные фишки от игры здесь мне показали как дороги строить но как модифицировать эти дороги нам не показали его мне нужно заходить и самому в итоге изучать и смысл был от того что я допустим здесь как-то узнал как вот этот все безобразие строить я особого не вижу это я вижу потребностью которые у нас возникают здесь в игре у нас высокая арендная плата ты погоди высокая аренды платы и даже не знаю как и эту аренду плату выкрутить побольше или поменьше а ты мне говоришь что она у тебя высокая пока будем продлевать то что есть дальше остальное посмотрим то есть получается вообще вот этот района хотел бы весь там снести мы не то сильными не обидится за это меня вот здесь получается не очень хорошая развязка на промзону и как она здесь будет дальше разрастаться мне не особо понятно и ясно но зато у меня есть здесь же до пути и вообще ну карта не кристально понятно как у меня дальше будет все это виднется пока у меня нету особых методов строительства придется наверное все строить так как я вижу и как я знаю пока у меня на шоссе есть один город пока у меня на шоссе лишь есть один выезд тут я вижу подземное шоссе который идет и по-хорошему бы мне начинать город строить вот в этом месте где есть нормальная развязка потом вот это вот место я смог бы нормально здесь клевер воткнуть и туда куда-нибудь увести потому что у меня здесь есть еще ведь место для шоссе я смогу вот здесь вот это все безобразие соединить поэтому то что будет вот здесь вот это будет сугубо временный вариант настолько временный насколько мне позволяет это сделать игра ну пока так пока так это будет у меня термоформирования нет поэтому вынужден пока строить в таком вот урезанном формате насчет электростанции ну не знаю пока есть ли смысл ее размещать пока вроде как мы исправляемся с притоком сюда все зависит будет от развязки но люди потому что здесь небольшой городок и здесь не так много промзоны пока что не думаю что много будет потребности по этому поводу пока я продолжу наверное строить дальнейшие развязки которые здесь планируются ему такие вот улочки по полметра вот здесь вот заполняться и вполне будет симметричненько красивенько так как планируется обычная застройка типа сельская местность и прочее не думаю что какие-то сильные проблемы с трафиком будут нагруженности тоже никакой не планирует и развязки вот такого тупикового типа вполне думаю будет достаточно мне заезжать люди мне это несомненно радует и я продолжу пока что заполнение не не нравится совершенно то что вот здесь получается таким образом что к этой линии основной прилегает какая-то часть территории я хотел бы ее как-то закрыть а закрыть ее пока что и нечем по сути опа хотя вот терформирование появилась у меня наконец-то возможно у меня и раньше было ночь теперь менее сейчас она есть я могу вот так вот нормально огибание сделать беспорядочного здания первый этап развития разблокирован 600 тысяч денег нам дали замечательно и какая-то тут панели прогресса оказывается опа а это что-то новенькое есть панель прогресс который дает нам много чего нового кстати парковки вот этот очень сильно необходимая вещь переработка мусора это я пожалуй все оставлю себе у меня пока что я строительством занимаюсь я пока не знаю что лучше а что будет хуже в любом из случаев мне все это пригодится в больших масштабов поэтому сейчас пожалуй я буду заниматься именно про и строительством я и так уже все опять снес не потому что все опять конечно же не нравится то что я здесь строю потому что я считаю то что здесь все более основательно должно быть как-никак даже несмотря на то что здесь казалось бы должна быть обычная такая деревень кассирская но мы строим сразу город, который должен быть сразу удобный для наших жителей. Примерно на тот участок, который у меня здесь сейчас есть, я могу сделать нечто такое. Хотелось бы здесь сразу шестиполоску пустить на самом деле. Но шестиполоска, как я понимаю, мне еще недоступна. Большие дороги, точка продвижения, большие дороги. Вот она вот здесь вот находится. То есть у меня сначала вот это вот тоже должен сплакировать, а потом большие дороги, на которые мне не хватает очков развития. И вот эту четырехполоску надо будет заменять на шестиполоску. То есть просто пока на эту основную дорогу, которая здесь есть, не обращаем внимания. Хотя тут как бы двухполоска, может быть ее и хватит. Несмотря на все многообразие дорог, которые мне дали построить, я до сих пор не знаю, как сделать мне допустим пешеходную дорогу. Кстати, несмотря на все это, я уже могу начинать делать плочную застройку средней площади европейскую. Давайте ее и разместим. И заодно разместим вот эту вот маленькую зону плотности, как и хотели вот в этих остальных местах. То есть скорее всего вот в этом вот переулке еще будет вот такая вот более зеленая зона. И вот здесь возле дороги, скорее всего будет сейчас вот коммерция. Как-то так вот мы это все размещаем и ждем застройку остальную. А пока ждем. Можно разместить в принципе вот здесь вот и медицину. Хотелось бы крематорий. Но как я понимаю крематорий... А, ну кстати, можно будет легко разблокировать в скором времени. Потому что будем дожидаться его. Потом мы обязательно делаем пожарных и спасателей. Ага, разбежался я три раза. Для этого нужно сделать остальные развития. Ладно. Ну пока что я могу сделать. Пока я могу сделать только, наверное, утилизацию отходов. Свалка я тоже размещаю. И вот эта прикольная вещь, что я могу сам зонировать где и в каких масштабах у меня будет свалка. Это очень даже удобно. То есть я могу сам задать ее объем. Вот такая вот пока будет она. Хотя ее можно было бы попробовать увеличить. Но тогда даже в таком случае она будет вот здесь вот не очень красиво размещена. Поэтому пока она останется вот такого вот. Пока я другой не вижу. Так. И что нам говорят? Недостаток трудовых ресурсов. Ну сейчас погоди. Сейчас тут застройка идет. Сейчас люди придут. У нас пока два жителя где-то тут расположились. Непонятно в каком масштабе и в каком роде. Да. Ну конечно из разнообразия в грани плещет. Стандартные пятиэтажечки. Вот этот как раз район, который у нас застраивался достаточно высокой плотностью. Ну нормально. Не будем ничего говорить. Нормальный просто обычный район. А что касается всего остального. Я вижу то, что очень сильно не хватает на самом деле именно коммерции. Людям нужны товары. Значит давайте сейчас эти товары людям предоставим. Вот этот весь райончик можно заполнить полностью коммерцией. А пока что он будет именно вот так вот расположен. Сейчас у нас зоны большей коммерции естественно нет. Для этого нужно девятый аж этап. У нас пока что только второй. Но когда появится более высокая коммерция, соответственно появится здесь и большее все. Образование появилось тем временем у нас. Муниципальные школы. Так начальку обязательно мы делаем. Начальную школу. Вот таким вот образом наверное вот здесь вот. И среднюю школу, которая занимает уж очень много пространства. Можно сделать как раз вот в этом районе. Вот так вот она идеально здесь влазит. Что у нас за жалобы пошли? Нужен катафалк. Катафалки. Да, 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 да. Хорошо, что ты мне как раз аккрематорий напомнили. И большие дороги пока что недоступны. Но я не думаю, что они пока что мне нужны. А вот парковки, парковки, возможно я о них подумаю. Подумаю попозже. Так вижу, что есть потребности и потребности будем стараться сейчас удовлетворять. А что касается электричества, я хотел бы его самостоятельно пока что производить. Потому что что-то под деньгами я вижу. И ребята, вы что-то это много как-то требуете больно коммерция. Давайте еще один перевод коммерческий делай. Мне не сложно. Так, и промзону конечно же тоже еще впихнем. Третий этап развития. Замечательно. Денег конечно насыпает гигантское количество, но мне кажется сейчас и траты у нас тоже пойдут в таких же количествах. Я вижу появилась еще и охрана труда. Так, безопасность, пожарное управление. Ну это обычная вышка, как я понимаю. Ничего криминального ДТП. Ага, у нас где-то произошло в городе первое ДТП. Наверное, дальше я вот это вот здание построю где-то вот здесь вот в относительном центре. Думаю, в этом и есть смысл. Ну и полицию сразу недалеко от пожарки и сразу все это улучшим. Пока вот этих вот двух кварталов высокой плотности застройки вполне хватает. Ну не то чтобы высокой пятиэтажной застройки вполне хватает на все нужды. Так, я хотел бы еще, наверное, сразу же, не отходя далеко от кассы делать парковки себе, чтобы попробовать зарабатывать денег. Но возле школы парковка сделаем одна штука и, наверное, вот здесь вот тоже одна штука парковка. Естественно, с максимальной ценой. Пусть приносят деньги и бед не знаем. Кто-нибудь, интересно, приедет сюда, нет? Такую сумму-то. Но это лучше в любом случае, чем вот так вот ставить машины. Приехали и уехали сразу же. А нет, ставят, ставят машины. Куда они денутся? Конечно, ставят. А тем временем у нас открываются какие-то уникальные места. Ну давайте вот так вот сделаем тебя. Ну обычное такое, обычное здание. Типа какой-то достопримечательности, наверное. Ну ладно. Опять коммерция нужна? Да вы че? Че вам магазина все мало? Давайте еще коммерцию сделаем. Какой-то коммерческий райончик здесь получается больше. Размещенный скорее. Больше размещенный какой-то. И площадь под застройку тем временем постепенно заканчивается. А я еще хочу вот сюда вот развиться. То есть первые три покупаем. Покупаем все то, что связано вот здесь вот поблизости. Конечно же на все мне не хватает клеток. Но зато, зато у нас появилось теперь доступе вот в это вот развязка, которую мы могли бы модифицировать вместе с вами. А для того, чтобы ее модифицировать, мне нужно что? Правильно изучить вот здесь вот развязки. А для этого нужно побольше очков развития. То есть либо шоссе, либо большие дороги. Скорее всего шоссе. А потом уже пойдут большие дороги вместе с развилками. Клевер, который вот здесь вот, он естественно очень хорош. И я хотел бы его в приоритете начинать использовать. Но пока, пока он мне не доступен. Ждем следующего этапа развития. Жилая зона средней плотности Европа. Европа мне нравится. Давайте попробуем вот этот райончик вот здесь вот разместить. Может быть это здание побольше будет, чем вот эти вот. И эти, если честно, мне не очень нравятся. Хотя если вот здесь вот находиться при этом всем, то райончик выглядит безусловно классно. То есть смотрится он атмосферно. Но если мы отдаляемся, мы видим вот эти вот задние дворы, которые вообще ни к силу ни к городу здесь расположены. И во всем вот в этом доме, что мне дико не нравится, живет всего один человек в этом доме. Представьте то, что вот этот весь частный дом. Это, ну, это по-моему, не очень-то и правильно. По сути, вся вот эта деревня из маленькой деревушки, как я планировал, изначально превратилась в какой-то небольшой город. Неожиданно, правда? Опять коммерция требуется? Да что же вы делаете? Наконец-то мне дали, кстати, на секундочку, возможность крутить налоги. Я бы хотел их повысить, но пока не буду. У меня город еще развивается, ему еще нужно развитие трудностей испытывает из-за того, что недостаточно клиентов. Жди, застройка идет, что я могу сказать. И смотрю, кстати, я тоже нам доступны стали животноводнические фермы, скаменоломни и прочее. Это интересное строение, это, насколько я понимаю, уникальная механика второго скайлайнса. Я не скажу, что такого не было в первом скайлайнсе, но тем не менее. Погоди, ты же на меня продолжаешь жаловаться, что тебе не хватает клиентов. И при этом, при этом высокий спрос на коммерцию. Да как так работает? Клиентов нет, но все хотят... Очень странно. Вот. Это уже больше похоже на то, что я хотел бы видеть, но тем не менее, даже в таком доме живут всего 11 человек. Очень не хватает того мода на реализм, который был у меня в Сити Скайлайнс первой части, но, к сожалению, с этим ничего не сделаешь. Так, я вижу то, что есть какая-то проблема с медициной. Видимо, вот это вот здание, которое здесь располагается, медицинского не хватает на вот этот вот район. Но здесь проблема в том, что он единственный этот район, и ну, и ради него одного строить здесь медицину как-то нецелесообразно. Твердый уровень. Очень хорошо. Дали аж 4. Новый значок, который я могу разблокировать. А, не хватает! Серьезно, для этого нужны и большие дороги, и шоссе. Вот что это значит, значок. Ладно, мы сейчас подкопим с тобой. А тем временем пока будем раскрывать остальные клетки. Да, мне сразу бы это все безобразие вот сюда вот как-то вывести. То есть у меня вот так вот здесь вот будет клейвер полосный, и по-хорошему вот эта вот дорога вообще не смотрится. Город бы я соединил вот здесь вот развязкой с этой дорогой, и чтобы он был проходной, наверное. Хотя это, наверное, увеличит трафик. И, наверное, я пока что так делать не буду. И пора, мне кажется, построить дорожную службу. Пусть она занимается разгребанием аварий и прочее. И мне остается только ждать, когда я все смогу улучшить. И пока я жду, я смогу, конечно же, построить небольшое количество парков здесь, баскетбольных площадок, там вот этих вот безобразных мест. При этом мне придется, конечно же, немножечко снести тут здание, но я думаю, ничего страшного в этом нет. Это было неизбежно, это было ожидаемо, но тем не менее парковая зона теперь в нашем городе есть. И никакие вот такие вот парки. Общественный транспорт, кстати, кстати, кстати. И у меня есть автобусы. Это значит, что я по-хорошему бы мог бы проанализировать маршруты наших горожан, как они перемещаются, и сделать по их маршрутам автобусный. У них у всех почему-то вот такой вот путь есть. Давайте им такой путь и организуем. При этом немножечко коммерци систем, ничего страшного в этом нет. Созняет автобусы основновки, я создал маршрут, и на него уже начали поступать автобусы, как я погляжу. И поставить еще один парк, но пока я этого делать не буду. А вот, кстати, автобус начали ходить. Но вот в него уже зашли пассажиры, и он начал постепенно путешествовать. Не знаю, зачем на такой маршрут. Причем, на мое удивление, горожан очень мало едет именно вот сюда, где они работают. Им для меня это немножечко странно. А я пока продолжу удовлетворять спрос горожан. Чем больше город разрастается, тем больше потребностей всяких разных возникают. А коммерцию-то я строить второго уровня не могу до сих пор. Че бы, на самом деле, я занялся станцией очисткой воды, что вот этого безобразия не видите. Но не знаю, есть ли пока сильная необходимость в этом. А здесь я начал строить дешевую недвижимость, и постепенно туда начали запускаться жильцы. А, вот они где! Я нашел! Я нашел дорожки, которые я могу строить теперь. Вот они, пешеходные дорожки, которые я искал. Они только сейчас мне открылись. Так, что теперь касается вот этого вот, где паркуется машина. Мне, конечно же, нужно от этого стараться избавляться по максимуму. При помощи дорожных служб и широких тротуаров. Естественно, с тем расчетом, что вот здесь вот у меня где-то есть парковки, и они практически забиты. Ладно. Появился у меня также жилой корпус корунд какой-то. Experience of Tornado. У меня где-то торнадо прошел, а я об этом не в курсе. Так, только не говори, что опять коммерция нужна. Да что ж ты будешь делать? Где тебе место под коммерцию? Столько возьму. Ты мне открой следующего уровня эту коммерцию, и тогда в России еще больше. Офисные зоны. Это новые рабочие места для наших богатеев здесь будут. А, это такси. Вот оно че. И такси вот как раз перестали циркулировать, как я погляжу, по этому маршруту. И начали по-новому. То есть они курсируют по большей части вот здесь вот. Этот маршрут, который я построил, ну, вообще не нужен. Пусть будет. Это был такой небольшой тест, как мне его размещать, как он здесь будет выглядеть по большей части своей. Наконец-то я достиг пятого уровня. А это значит то, что мы наконец-то можем нормально сделать здесь развязку. Естественно, предварительно купив еще парочку клеточек. И естественно, развязки. У нас остается три очка. На круге пока еще рано, мне кажется. И это все остальное позже. Я мог бы, конечно, я выровнял бы весь полуостров, но пока игра не дает мне это сделать. Пока приходится вот таким вот не очень хорошими вещами заниматься, но подаливаться. Так, насчет шоссе. Получается то, что вот идет дорога. Мы кроме виньей вот здесь вот делаем ревер как-то вот так вот. Немножко кривовато, но какая разница? Все равно это все очень временно. Это совместили, это совместили. И теперь финальный штрих. Пока так. Потом мы это, естественно, подправим все безобразие. Ну, вот. Кто-то уже вырисовывается эпично. И вот здесь, вот, вот здесь, вот будет вырисовываться основная развязка. Так, у нас, естественно, проблема по электричеству. Но электричество мы решаем очень грамотно и легко. Просто размещаем вот здесь эту пульную станцию. Тыщ, трансформатор ты дышь. Ну, кстати, вот что-то такое я, наверное, хочу здесь разместить. Чтобы была возможность у автомобилей, как продолжать движение по шоссе, которое дальше продлится. И также был бы организованный съезд, где я мог бы размещать дома и строение. Тем более, что у меня есть здесь потребность гигантская по зонам. А значит, мы можем спокойно продолжать строение вот сразу полоса с широким движением, чтобы, то есть, препятствия могли автомобили туда-сюда передвигаться. Чтобы внутри города они могли нормально так передвигаться. и потом вот эта вот дорога будет улучшена до, возможно, либо трамвайной, либо автобусной ситуации. Она немножко кривовата, конечно, по отношению к шоссе, но кого это волнует? Ни один город не строится прямо идеально ровно. Все так как у нас это готово, значит, мы можем здесь сделать небольшие такие райончики. Так получается, единый центр. Почему-то я решил сделать вот такой небольшой. Немного асимметричный. В итоге посмотрим, что из этого получится. Сейчас останется здесь разместить небольшие такие нюансы в плане пешеходных дорог, чтобы они вот сюда вот не прилипали. И дальше же посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Теперь получается то, что все, вот этот вот, это единый круг вот такой вот замкнутый. Потом, возможно, как-то это все продлится вот сюда вот, но пока не знаю точно. А здесь получается то, что внутри этого круга будут вот такие вот дорожки небольшие. Ладно их теперь прямее сделать. Потом обязательно через вот эту вот дорогу мне придется сделать пешеходные мосты и даже в больших количествах, я думаю, это будет очень даже позже. Так, а пока я размещаю, конечно же, здесь типа поликлиники и все прочее. Угу. По какой-то непонятной мне причине вода вот здесь вот не соединена с единой нашей канализационной системой из вот этого города. Это легко поправить. Так, а с электричеством то какие же проблемы, да? С электричеством, да, посложнее будет. Но сейчас просто здесь, наверное, под станцию все уродим. У меня здесь есть лэп, который я мог бы сюда вот впиделить. Временно варианта, пока не дотянем. Все готово. И теперь можно строить новостройки. Так, квартиры, иные дома. И поехали. Вот этот район первый будет заселяться. И, естественно, наверное, вот здесь вот мы сделаем побольше магазинчиков с вами. Столь дороги, чтобы это было как-то, ну, наверное, покрасивше. Так, и так как людям нужна работа, как-никак люди хотят работать, офисные здания им тоже сделаем. Посмотрим, будет ли спрос на рабочие места уменьшаться. Но по идее, чтобы это происходило, нужно людям дать образование. Ну, в любом случае, они могут всегда ездить вот сюда, вот в этот район, где есть промзона. Так, я думаю, то, что мы сейчас постепенно все, вот эту вот деревушку будем приносить обратно в именно, что деревушку. Понимаю, то, что сейчас много людей выселяется отсюда, но у вас есть новые дома, где вы можете жить, мои хорошие. Давайте переезжать. ой, сразу как спрос полетел на все виды жилья, недвижимости. Средней плотности и высокой плотности сразу у нас потребность выросла. Ну, среднюю плотность я готов всегда предоставить вам, ребят. Сейчас уехал очень большая часть населения, но в этом нет ничего страшного. Так, ага, вот здесь вот есть пробки. Это связано с тем, что большой поток населения и вот здесь достаточно узкая улица. Нужно решать ее не здесь, а вот здесь вот. Вот у нас затык произошел. Ага, тут из-за светофора происходит затык. Давайте просто сейчас людям объясним, что так делать не надо и попробуем в дорожных службах запретить поворот налево и выключим светофоры. Вот, это другое дело. Давайте, и то это была пробка в самом начале. сейчас она должна рассосаться и вот эту по-хорошему дорогу тоже надо увеличить. Потому что не дело это до двух полос. Вот, совершенно другое дело. Вот здесь вот пробки не образовывалось. Хотя они и так, мне кажется, и будут продолжать вот так вот влезать. Вот смысл от шести полос, если они едут все равно с одной. Прикол. Значит, надо вменять принцип расположения. У них же какие-то проблемы с логикой движения. Ну, потому что на самом деле здесь вот можно поворачивать почему-то только с одной стороны, что мне кажется не логичным. Ну, или же другой вариант. Мне нужно сейчас сделать вот эту улицу односторонней. Как мне кажется, это самый правильный, к сожалению, вариант, чтобы они ехали вот здесь. Вот, у них заехать вот сюда вот есть возможность и сюда тоже есть возможность заехать. Так что, единственный вариант сделать вот эту дорогу односторонней. Чтобы они не психовали. Вот, вот, сразу пошел процесс. Здесь они могут проехать только прямо, а здесь они могут только с этого участка выехать. И то же самое надо сделать со всеми остальными, походу. Вот, эти здесь разворачиваются. И на кольце, судя по всему, да, они выберут нужный мне маршрут. То есть, они поедут вот так вот, в случае чего. Итак, от афалки-то понятно. Афалки-то вопрос решаемый. Так, здесь пробка образуется. Ну, с этим я, к сожалению, сделать ничего не могу, абсолютно. Потому что они поворачивают по непонятной мне причине только с одной из полосы. Я надеюсь, это проблема только при заселении. Ну, еще вариант, кстати, у меня есть. это убрать здесь светофор, но мне вряд ли это поможет. Но удивление помогло. Пробка сосалась, а если его добавить обратно, может что-то изменить. Для того, чтобы нашим жителям жилось покрасивейше и поуютнее, я, конечно же, здесь не забуду построить побольше таких лесов, сквериков, парков. Тумбы нет. Пусть живут и наслаждаются мои хорошие лиджки. Оказывается, мне тут даже получилось чуть ли не целый стадион построить. Так, и тем образом, допустим, у меня удалось разблокировать метро и хотелось бы в образование пойти для того, чтобы в нашем процветающем городе больше было желающих поработать в офисах. Для этого нужно построить колледж и место для него, конечно же, у меня сейчас будет. Так, и теперь насчет метро. Подземная станция метро разблокировалась только когда я построил станцию метрополитена. Давайте его сейчас снесем. и станцию метрополитена образуем где-нибудь вот здесь. Вот в ненужном я райончике, по сути. Встаем. Ну, не то чтобы тупиковым, но достаточно неперспективным. Но это же надо еще, чтобы поезда как-то из него выходили и сходили. Жесть какая-то. Я решил пока что отказаться от линии делать метро. Я считаю, пока что эту идею размещать, по крайней мере, его здесь не перспективным. Оно слишком много пространства занимает и где-нибудь, возможно, на отдалении, на отшибе придется его размещать. И это будет не раньше, чем, думаю, в следующей серии. Пишите свое мнение по этому поводу. Думайте, стоит ли продолжать делать прохождение, не стоит ли продолжать изучение данной игрушки. Пока я так скажу, то что все проблемы, которые писали об этой игре, мне не встречались. Есть небольшие проблемы по спросу и есть у меня к этому спросу свои вопросы, но пока я ничего критичного не заметил. Да, наверное, скорее всего, потребуется гораздо больше времени для изучения всех вопросов. Что касается оптимизации, но пока на моей системе никаких серьезных проблем с этим не замечаю. Возможно, что-то будет в будущем. Честно, делать какие-то выводы пока что рано за все время игры, которые я провел здесь. Так что пишите свое мнение, будем основываться именно на ваших предпочтениях. И в таком случае пока, пожалуй, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору и этот великолепный городок. Всем удачи, всем пока, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok